МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Товар стал вещдоком. Молодого человека задержали с поличным при попытке сделать закладку с наркотиками. А бессовестились. Михаил Задорнов поделился впечатлениями от вида на АКУ за деньги. Очередного курьера-закладчика задержали с поличным наркополицейские. Наркодилер попался на улице Тимакова. У молодого человека изъяли 490 граммов синтетического наркотика. В процессе оперативной работы наркополицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель города Спасклепики, который жил в Рязани, постоянно менял адреса приживания и занимался бесконтактным сбытом синтетических психоактивных веществ. За что задержан? За продажу наркотиков. Каких наркотиков? Так называемый «Кристалл». Каким образом осуществляется сбыт наркотиков? Раньше работал в интернет-магазине. В настоящее время? Не работал. Везде ты наркотик? Для чего предполагался? Для сбыт. Тут даже ложка есть. Рассыпать. Сейчас молодой человек помещен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. Что характерно, за последние годы в колониях и тюрьмах оказались свыше полумиллиона человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков. Глава ФСКН Виктор Иванов предложил изменить законодательство, чтобы в будущем не сажать наркозависимых, а отправлять их на реабилитацию. В России за последний год стараниями ФСКН закрыто более 20 тысяч интернет-сайтов, связанных с наркоторговлей. Однако руководство ведомства признает, что в этой борьбе перелома не наступает. Только в текущем году уже выявлено 65 новых видов синтетических наркотиков. Год назад жители Рязанской области уже возмущались, почему вход на территорию усадеб Лидии Кашина и Есениных в селе Константиново неожиданно стал платным. И сумма-то вроде небольшая, но за что, если посетителя, к примеру, интересует исключительно вид с холма? Сотрудники музея-заповедника объяснили это нововведение большим количеством машин, велосипедистов и свадеб. Хотя местные жители так и не нашли связи между безопасностью, покупкой билета на посещение любых платных экспозиций и обыкновенной прогулкой. Если так рассуждать, то и Соборную площадь в Рязани давно пора закрывать, а то ходят толпами, а дохода никакого. На днях родину знаменитого поэта посетил известный сатирик Михаил Заторнов. Новый монолог под заголовком «Чиновники берут деньги за вид на Аку» не заставил себя ждать. Свои непередаваемые впечатления сатирик описал на страничке ВКонтакте. Обрыв, с которого открывается один из самых живописных видов России, огородили заборчиком. И поставили у калитки вахтеров, которые пропускают только по билетам. Это до чего же обессовестилась Россия, если за вид на Аку надо платить. У калитки два цербера. Один ОМОНовский, другой бабка-тетка с выражением лица советской недолюбленной инструкторши правкома, для которой счастья в одном кому-то сказать нет. Она, как робот, на любой вопрос отвечает «не положено». Это ж как надо было прожить жизнь, чтобы за долгие годы дослужиться лишь до того, чтобы стоять у калитки и говорить «не положено». Тем, у кого даже мысли не возникает, что на Аку надо смотреть за деньги. Местных чиновников Михаил Задорнов обозвал голодранцами, выманивающими деньги у простого народа. А еще предположил, что такими методами скоро в есенинских местах будут бутылировать воздух и продавать его под брендом Есенина. Великий поэт дышал этим воздухом, он собран вокруг его избы. Главное, чтобы никто не воспользовался таким советом. Почему в последнее время отмечается рост малолетней преступности? Причина стара, как мир. Подростки предоставлены сами себе и в вечернее время находят неприятности как на свою, так и на чужую голову. Комендантский час должен был исправить ситуацию, но это при условии, что его будут соблюдать. На поверку же дети по-прежнему часто разгуливают одни, а многие родители не затрудняют себя строгими мерами. Рязанские полицейские регулярно встречают нарушителей и проводят профилактические беседы. Улица и в прежние времена не была хорошей школой. То, что взрослые списывают на демократичное воспитание, их дети воспринимают как вседозволенность. Результат бывает плачевным. Обращаясь к родителям, хотелось бы обратить внимание на бдительность, так как наступление летнего периода и окончание отопительного сезона, открываем окна. Соответственно, дети, как правило, возраста 2-3 лет, попадают в несчастные случаи. То есть, выпадают из окон, выходят самостоятельно на балкон. Буквально недавно такой случай подошел на территорию Железнодорожного района. Соответственно, прошу быть внимательными и следить за своими детьми. История знает немало серийных убийц мужчин, а вот женщины в этом качестве фигурируют в материалах уголовных дел нечасто. Местные жители до сих пор вспоминают период, во время которого пострадали блондинки и парикмахеры всего Красноуфимска и его окрестностей. «Блондинка с молотком» – так назвали женщину-убийцу, о которой пойдет речь сегодня. Как можно убедиться сейчас, отдельные портреты преступницы, составленные со слов свидетелей, были весьма точны. Но долгие годы ей удавалось уходить от сыщиков. Она искусно меняла внешность, переезжала из города в город. За ее преступление даже едва не осудили невиновную женщину. Выйти на настоящую преступницу удалось после того, как она убила свою собственную пожилую приятельницу. Около 8 лет, где-то с 2002 по 2010 год, жители небольших городов Свердловской области были потрясены. В этих городах, прежде всего это был Красноуфимск и ближайшие города, убивали пенсионерок. Похожие преступления были совершены в Екатеринбурге, Серове и Дружинине. Действовала злоумышленница расчетливо, забивала жертв молотком, после чего меняла внешность и заметала следы преступлений. Некоторое время сыщики были уверены, что убивает мужчина. На эту мысль натолкнула жестокость, с которой были совершены преступления. Да и потом, какой женщине понадобится истреблять абсолютно незнакомых между собой старушек в разных районах и даже городах. В одной из квартир перед этим старушка после нападения осталась жива. Она сказала, что позвонила женщина, представила сотрудницей Собеса. И когда она открыла дверь, то она ее ударила ножом, потом стала бить молотком. Но старушка подняла крик, тут соседи стали уже открывать двери наверху, и эта женщина убежала. Как это часто бывает, убийца была семейным человеком. Был за неправда один существенный грешок. Вместо воспитания детей чаще думала, где раздобыть денег на спиртное. Подумать только, уголовное дело маньячки состояло из 400 томов. Работавшие на месте пятого убийства криминалисты заметили интересную деталь. На стене подъезда, рядом с входной дверью погибшей, предположительно, окурком была выведена цифра 5. Позже соседи вспомнили, что пятерка появилась за три дня до убийства. Тогда следователи обратили внимание на то, что остальные жертвы маньяка были пронумерованы номером дома или квартиры, где они жили. Возможно, преступница действует по схеме. Так, седьмая жертва была убита в доме номер 7, восьмая в доме номер 8, девятую обнаружили в квартире номер 9. Дошел до того, что была убита мать заместителя начальника УВД. Понятно, что такого убийцы простить не могли. И вскоре после этого была задержана некая Марина Валеева. Она призналась в совершении убийств пожилых людей, и дело готовились закрыть. На допросах она призналась, что совершила убийство матери заместитель начальника УВД. Но пока и занимались оперативники, в общем-то, следователи. За это время было совершено снова аналогичное преступление. Ударом молотка по голове была убита очередная старушка, и там были оставлены совсем другие отпечатки пальцев. Валеева утверждала, что признательные показания из нее выбивали оперативники. Шантажировали водкой и даже грозились изнасилованием. Как бы там ни было, настоящая преступница оставалась на свободе. Это была миловидная женщина-блондинка. И вот впервые жители всего города объединились в поисках преступницы. Ее фотороботы передавались от человека к человеку. Везде буквально был создан непроходимый заслон. И преступница уже перешла убивать, ездила на электричках в соседние города. Уже все блондинки стали бояться появляться на улице. Все перекрашивали волосы и поменяли прически. Дошло до того, что белокурых девушек могли схватить прямо на улице и силой доставить в отделение для проверки. Но такие суровые методы дали результат. Спустя 8 лет, в 2010 году, настоящая маньячка была поймана. Раскольниковым в юбке оказалась Ирина Гайдамачук. Ирина имела двоих дочек и, в общем-то, соседи не подозревали, что так называемый раскольников в юбке, что убийца, вот это их соседка. И главный денег-то особо у нее почти никогда не было, потому что оказалось, что вот со всех этих 17 старушек убитых, она за 8 лет собрала где-то 50 тысяч рублей. Ирина родилась в 72-м, в Нагоне. С юных лет начала злоупотреблять спиртным. Алкоголизм стал причиной лишения ее родительских прав в отношении старшей дочери. Еще одна дочь, Даша, родилась у Ирины в Красноуфимске. Городе, в который она переехала в конце 90-х, где познакомилась с Юрием, рабочим локомотивного депо. Наконец, где совершила большую часть своих убийств. Говорят, муж держал будущую убийцу в строгости, не давал ей денег, не без основания опасаясь, что супруга их пропьет. Соседи изредка давали в долг по 200-300 рублей, но ждали своих денег месяцами. Потом Ирина внезапно исчезала, а по возвращении раздавала долги. Говорила, что была в гостях у родителей. Эти заявления были лживыми, родителей она не навещала ни разу. Более того, она их ненавидела. За то, что те свое пожили, а молодым не дают, не помогают деньгами. Со временем эта ненависть переросла в идею мести всем пожилым людям, которая и стала причиной ее отлучек. Первое убийство Ирина Гайдамчук совершила в 2002 году. Она не хотела убивать жертву. Замысел состоял лишь в том, чтобы ограбить старушку, у которой Ирина делала ремонт. Но хозяйка застала будущую маньячку на месте преступления, за что получила молотком по голове. Удар оказался смертельным. Младшей из ее жертв было 60 лет, старше 90. Никто из пенсионеров не держал дома больших денежных сумм. Но несмотря на жестокость преступлений, приговор оказался сравнительно мягким – 20 лет за 17 жизней. Суд учел, что убийца сотрудничала со следствием, а пожизненное наказание для женщин законом не предусмотрено. Как призналась маньячка, убийства происходили не спонтанно. За несколько дней до преступления Ирина выслеживала жертву и вела за ней наблюдение. Во сколько обычно старушка выходит на улицу, во сколько возвращается домой, общается ли с кем-то. Как правило, ее жертвами становились очень пожилые и одинокие женщины, которые доверчиво открывали дверь, приличной с виду молодой даме. В зале суда не было почти никого из родственников тех, кто стал жертвой маньячки. Своим немного пугающим спокойствием она удивляла сыщиков еще во время следствия, всегда обстоятельная деловита, описывая подробности совершенных преступлений. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой с некоторыми психическими отклонениями. Главным, единственным мотивом наследствия она назвала только деньги. Она якобы убивала тех, у кого точно были сбережения на похороны. Правда, есть и другая версия. Говорят, еще в юном возрасте Ирину изнасиловал взрослый мужчина на глазах старушки, которая не вступилась за девочку и ничем не помогла. Отсюда и лютая ненависть к старикам. Кто знает, как оно было на самом деле и что творится в голове серийных убийц, какие мотивы они считают весомыми для совершения подобных чудовищных преступлений. Наши 15 минут и стекли. Хочу напомнить, мы по-прежнему готовы привлечь специалистов, чтобы ответить на важные, злободневные и спорные вопросы. Звоните в редакцию телекомпании по телефонам 70-0020 и 70-0021. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова